Доброе утро, дорогие друзья! Слава Богу за это общение! Давайте помолимся! Господи, благодарны Тебе за это утро, Иисус! Благодарим Тебя за Твое посещение нас, Иисус! Необходимым, драгоценным словом, Господи, Иисус! Слава Тебе! Благослови и помажь это время! Благослови эту небольшую мысль и слово вступление к основной части, Иисус! Благодарим Тебя за Твое проникновение в нас, Господи! Слава Тебе! Во имя Твое молимся и просим! Аминь! Итак, Евангелие в Луке, 20 глава. В 11 дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали им, «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» И давайте откроем также Матфея, 28 главу, 18 стих. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Аминь!» Итак, здесь первосвященники и книжники спрашивают, «Какой властью ты это делаешь? Какой властью совершаешь это обучение?» И здесь мы в 28 главе видим, что ему дана всякая власть на небе и на земле. Ему дана всякая власть Отцом. И Он также является Господом Богом. И Он откликнулся на этот план, которому и обучает. Ведь, по сути, Он обучает тому, что Отец послал Его для того, чтобы совершить это искупление. И затем Дух Святой теперь освящает и обучает нас в это время. Это нам говорит следующее, что Ему дана была власть обучать в то время, когда Он ходил телесно по этой земле и обучал, что совершилось то время, наконец, когда наступила полнота времени, и Он спустился на землю, Он был послан Отцом для того, чтобы совершить это искупление, для того, чтобы быть распятым на Христе Голгофе. И теперь Он также обучает и Свою Церковь. Потому что после совершения искупления совершилось то, что, как говорится в Иоанна 14 главе 26 стихе, был послан Утешитель. И теперь Он обучает Церковь Свою Духом Святым. Через дары, через пастора Учителя. И Он освящает нам то, что уже совершилось это искупление. И Он идёт через каждого члена Церкви и обучает этому. И я подумал о том, что какая удивительная тайна, с одной стороны, и какое удивительное событие на каждый день совершается, то, что Он обучает нас и также обучает этому весь мир. О том, что совершилось это искупление. И почему это всё продолжается. Потому что там написано, как мы с вами прочитали, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потому что это крещение мы с вами пережили. Крещение Духом Святым. И у нас есть эта удивительная связь с Иисусом Христом. И Дух Святой в нас. Есть это удивительное убеждение в Духе Святом, которое совершается на каждый день в нашей жизни. И если поразмышлять так, то в светских властях, допустим, какое-то идёт поручение или повеление, и есть определённый документ, по которому совершаются те или иные действия. В нашем случае есть удивительное, как мы с вами сказали, крещение Духом Святым. Дух Святой живёт в нас. И есть этот также удивительный документ, Слово Божье, которое также было дано Богом, которое также было помазано Духом Святым. И удивительно то, что оно совершается не человеками, а совершается тоже Богом, как мы видим. И верно совершается уже две тысячи лет. Передаётся из поколения в поколение это обучение. И удивительно то, что когда Он даёт это поручение, Он продолжает обучать, и продолжает укреплять, и продолжает утешать, и продолжает сам же и совершать это обучение из поколения в поколение, что обучается новое поколение, обучаются новые ученики. И это обучение о том, что совершилось искупление Иисусом Христом, который был послан Отцом, и был послан также утешитель после совершения искупления. Это всё удивительным образом обучается Духом Святым, и продолжается это обучение. Аминь. Благослови Вас Господь. Спасибо. Аминь. Удивительный документ. Такие замечательные мысли. Спасибо, пастор Нурлан. Первосвященники, книжники и старейшины сказали, скажи нам, какой власть Евангелие от Матфея, 28 глава. Он говорит ученикам, потому что Он говорит тем, кто признают и открыты. А для других это, ну, поиски, они должны признать. Он совершил план, совершает церковь, совершает каждого из нас. И в книге Откровений, 21 глава, 6 стих, совершилось всё. Вечность состоялась. Слава тебе, Господи, за этот удивительный план. Отец наш, Небесный, мы и так благодарны тебе в это утро за верность Твою. Ты разговариваешь с нами в беснопениях. Ты говоришь с нами в слове Твоем, в проповедниках. Господь, ты обращаешься к нам лично в наших размышлениях. Ты взращиваешь дерево жизни в наших умах. И наши уста транслируют то, что ты закладываешь в наши сердца и передают плоды жизни с дерева жизни. Слава тебе, Господь. Ты – дева жизни. Благослови это слово во имя Твое, Иисус. Мы молимся и просим Аминь. Сегодня у нас 149-е слово посвящения по Евангелию от Луки. Слушайте, такое продолжительное пребывание в Писании – это великая честь и привилегия. Размышлять, думать, продолжать. Он совершенствует нас. Когда смотришь на Евангелие от Луки 19-ю главу, завершение 19-й главы, Иисус каждый день – 47-й стих – в храме. Каждый день в храме. Первосвященники, книжники и старейшины народа тоже в храме. Только народ ищет, чтобы услышать его слова. Подставляет свое сердце. Эти люди, которые поставлены для того, чтобы приводить к такому процессу слышания слова Божьего, ищут погубить его. И не находили, чтобы сделать с ним, чтобы не находили, что можно было бы с ним сделать. Потому что весь народ неотступно слушал его. приходят в храм, он там, весь народ слушает. Ищут как бы, как бы, весь народ слушает. А может быть, это, ну ладно, 20-я глава в один из тех дней, когда он учил народ в храме, а если сейчас перенести, он обучает нас в церкви, в любом общении, в общении там, где его слово. Это написано в первом послании Иоанна, в первой главе, седьмом стихе, когда мы ходим во свете, то есть в Иисусе Христе. Какой он во свете? А какой его свет? Дух Святой обличает и увещевает, назидает, убеждает людей. Он взял весь грех мира на себя. Он агнец Божий, первое. Второе. Праведность победила грех и смерть. И всякий, кто принимает Иисуса, становится праведником в Иисусе Христе. Третье. Можно было бы сказать, как? Сразу так и становится. А третье, потому что сатана побежден. Суд уже идет. Каждый из тех людей, которые приняли Иисуса Христа, они доказывают своей измененной жизнью эту победу. Победу и над сатаной тоже. Искали. Они слышали первый стих двадцатой главы. Он учил народ в храме, и это учение Евангелия. он благовествовал. И в это время приступают эти первосвященники, книжники и старейшины. Какой властью ты делаешь? Мы не давали тебе такую власть. Какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе такую власть? он сказал им в ответ я вас прошу об Иоанне Крестителе, а он какой властью проповедовал с небес или же от человеков данные? Это был удар. Это было учение, которое Иисус говорил для тех, кто слышит. Это был приговор для тех, кто не слышал, не слушал. Если мы скажем, что это с небес, так как мы понимаем, в книге Малахии написано в пятой главе, вернее, в шестой главе, что будет дан пророк, который идет перед Господом. И завершается тем, что Иисус в восьмом стихе говорит, вы не говорите то, что знаете. Я знаю, что происходит в ваших сердцах. вы приняли, что Иоанн креститель с небес, но не хотите верить тому, что он сказал, и те слова, которые он сказал, это агнец Божий, это мессия долгожданный, вы отвергаете это. И я вам не скажу восьмой стих. И вам не скажу, но обращается ко всем. Девятый стих. И мы сегодня рассмотрим с девятого по восемнадцатой стихи. И начал он говорить к народу притчу. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. Один человек – это Иисус Христос. Иисус, Господь Бог, Сын, Слово Божие, вывел свой народ евреев из Египта, привел в землю, которую он обещал им. Они получили эту землю. Это пятикнижие Моисеева и книга Иисуса Навина. Это все описано. Народ еврейский – это его виноградник. И затем он как бы ушел, обещая, что придет. Здесь написано – здесь написано, что один человек, обратите внимание, человек, он станет человеком, но он насадил, потому что он существовал. Это Сын Божий, Бог-Сын, единосущный Отцу. Это Отец сделал такой замысел и передал это подарком Сыну. Сын принял. И вот притча именно об этом о Иисусе, о том, как он все совершил, вывел народ еврейский, этот виноградник из Египта, насадил виноградник и отдал его виноградарям. А кто виноградарь? Он поставил тех, кто будут в управлении народом. И цель их, и смысл был в том, чтобы все время Слово Божье бурлило в этом народе. Им была дана цель, которая достигается только в Иисусе Христе. И нужно было достигнуть этого понимания. Десять заповедей, которые были даны, они осуществлялись только в жертве Иисуса Христа. А между тем по притче, что он дал, он сделал этот виноградник и назначил тех, кто будут управлять виноградарей, и отошел. Отошел означает, что придет. И он придет как человек. И отдал виноградарям этот виноградник и отлучился на долгое время. Он отлучился где-то на полторы тысячи лет после этого события, когда вывел и передал эту землю ханаанскую в пользование, во владение двенадцати коленом Израиля. И в свое время, после того, когда это все произошло, он посылает, здесь написано десятый стих, в свое время послал к виноградарям раба, кто такой раб? Служитель тот, кто будет произносить слово пророков. И так, в свое время он послал десятый стих, послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. он прислал пророков, пророков, и необходимо было явить плоды деятельности тех, кто, тех виноградарей. А какие плоды деятельности? Вот, например, плоды деятельности церкви. это изучение слова для спасения, для того, чтобы люди спасались, это благовествование, евангелизация, это насыщение ежедневное, это мы с вами овечки, мы с вами части его тела, и это тело поступает, это главенство Иисуса Христа, он голова тела Христова, посылает все время нам свои смыслы и призывы, мотивацию для того, чтобы мы не просто знали, что мы спасены великая, великая победа, великое событие, когда мы приняли его и он спас нас. Не наша работа была, это его работа, по убеждению Дух Святой обличает. Сейчас его действие такое в мире, это обличение о грехе, с грехом покончено, грех с Богом не проблема сейчас, потому что Господь взял все грехи мира и предлагает человеку, чтобы он признал, и для этого были поставлены винограды. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника. Картина такая, Господь Иисус на небесах присылает пророков, и пророки, они переносят в духовную сферу то, что происходит в израильском народе. Но виноградари, прибившие этого раба, отослали его и сбили. Это тяжелое событие. Второй раз, одиннадцатый стих, еще послал другого раба, но они и этого прибившие и обругавшие отослали ни с чем. И еще послал третью, потому что пророки, они приходили и проповедовали слово. И проповедовали слово. Они говорили о том, что будет, и они предлагали чтобы люди обращались к Господу. Это книга Исаии восьмая голова. Господь твой Бог, обращайся к Нему. И третий тоже еще послал третьего, но они и того изранившим выгнали. А с последним пророком Ветхого Завета, относящегося к Ветхому Завету, Иоанна Крестителя, обезглавили. Царирок приказал и обезглавили. Хотя долгое время арестовав его, он приходил и выслушивал. Тогда тринадцатый стих сказал господин виноградника. Что мне делать? Как будто такое человеческое развитие. На самом деле господин сказал, отец сказал, еще до сотворения мира. Сын, вот тебе замысел сотворения всего, а самое главное сотворения человека, который будет отражать нашу природу. Потому что мы сотворены по образу и подобию божества, триединства. ничего еще нет. Замысел есть. И также каждый из нас уже виден. Это невероятно. Когда читаешь Библию веруя Слово Божье, то это фантастика неправильное слово будет. Это не фантазирование, а это реалия, которая проявляется через жизнь верующего. это вечные замыслы, смыслы Бога, проявляющиеся каждый день. Поэтому, например, в нашей церкви это решение ежедневных встреч в слове посвящения, в проповедях, я считаю, что было одним из самых важных. Для меня это самое важное. И для каждого, кто участвует. И, кроме того, для каждого человека, который потом догоняет это слово по интернету на ютьюбе. Какая красота. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? А до сотворения мира было известно, что делать. Он уже принес в жертву своего сына. Иногда, я так думаю, это же не была какая-то абстракция. Он знал, если он знал каждого из нас, он знал, какие у нас будут недостатки. Это не самое главное. Он знал, что, я неправильно сказал, он знал, что мы поверим в Иисуса Христа, откликнемся на его стук в наше сердце. И все, что в нас было им использовано для того, чтобы явить себя. А кто такой воплощенный человек, воплотившийся, и слово стало плотью? Евангелие от Иоанна, первая глава, четырнадцатый стих. Человеком стал. Когда он стал? В уме Господа, в уме Божества, триединства, Троица, он существовал всегда. Когда было сказано сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и теологически это вопрос, а это что обозначает? Да я знаю, я уверен, что это обозначает и то, что Господь видел себя как человека и по этому образу так же он сотворил. Он только воплотится через тысячи лет. «Пошлю сына моего» – это как слова отца, которые воспроизводят в этой притче Господь Иисус. Послушайте, как он говорит. «Что же мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного». То же самое слово, которое Иисус говорит, объясняя Никодиму, пришедшему во тьме своей жизни и во тьме этого мира, из тьмы этого мира, 3 глава Евангелия от Иоанна 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, любимого». А послание к Колоссянам 1 глава 13 стих. «Отец, видя нас, уже тогда в вечности и в прошлом извлек нас из тьмы, из этого греховного болота и перевел нас в царство сына возлюбленного, сына своей любви. Пошлю сына моего возлюбленного». Может быть, увидевшие его постыдятся, может быть. Некоторые так и сделали. Никодим. А когда произошла казнь, то сердца, я так думаю, многих людей, они пострадали в этот момент, они претерпели понимание, что произошла беда. Все это учение первосвященников, книжников, старейшин, Синедриона ложное было. Когда пришел Мессия этот сын, и он говорил о царстве, и столько людей обращалось к нему, стояли те, кто говорил, нет, нет, это не тот, это не тот. Но в виноградаре, 14 стих, увидевши его, рассуждали между собою, говоря, это наследник. Началась-то история с того, что 20 стих, в данном случае, в данном эпизоде, Иисус благовествует первый стих 20 главы в храме, рассказывает о царстве Божьем, рассказывает о том, что происходит с каждым человеком, который воспринимает себя как духовно нищим, и Господь ему дает это царство Божье, и он становится духовно богатым. Человеком, который начинает это царство транжирить, раздавать, и против него будут восставать, и сказали Иисусу второй стих, скажи нам, какую властью ты это делаешь? Притча, которую он рассказывает, но в виноградаре, увидевшие его, рассуждали между собою. Это наследник. Им и не надо было задавать этот вопрос, они видели, это наследник. они хотят его убить, здесь написано, пойдем убьем его, и наследство его будет наше, мы станемся управителями. Невозможно. Пятнадцатый стих, и выведший его вон из виноградника из Иерусалима убили. распяли. Что же сделает с ними господин виноградника? Я так представляю, вот он учит народ, тишина стоит. Они постигают то, что и человеческий голос говорит, и то, что говорит Дух Святой, и тишина стоит. Что же сделает с ними господин виноградника? придет и погубит суд виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали да не будет. Слышавшие сказали не отдавай сам правь это те, которые слушают его. И так и произошло то, что говорил пастор Нурлан. 28 глава 18 стих вся власть дана мне. Вся власть. Да. Сколько этой битвы за власть, а вся власть у него. да не будет. И Господь говорит следующее. 17 стих. но он взглянув на них первосвященников да не отдаешь ты, да не так не произойдет. Власть будет наша. Он взглянув на них сказал, что значит вот это слово, которое написано в Писании. Камень, который отвергли строители, тот самый камень сделался главою угла. И всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого камень упадет, того раздавит. Единственное, как можно построить свою жизнь, это на основании Иисуса Христа. Об этом пишется в 117 псалме 22 стихе. Это тот псалом, который мы часто поем с вами. Мы в 24 стихе поем. Это наш день, это наш день, что Господь нам дал. Здесь говорится, этот день сотворил Господь. Возрадуемся. Это те, которые приняли основание этот краеугольный камень, краеугольный камень, это говорится о том, что весь дом созидается только на этом камне. Это фундамент. А стих, на который ссылается Господь в 20 главе, камень, который отвергли строители, оказался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах их. А вот Исайя, 8 глава, 13 стих. «Господа Саваофа», то есть это Иисуса Христа, «его чтите свято, и Он страх ваш, поклонение ваше, почтение ваше, и Он трепет ваше». 14 стих. «И будет Он освящением и камнем преткновения». Ой, какая красота! Сколько бы человек не бегал, он обязательно упирается в этот фундамент. С какая бы эволюция там не рассматривалась и так далее, всегда упирается. И сколько нужно сражаться с этим камнем, и сражаются же он освящением. Единственный способ, как избавиться от этого праха, от этих мыслей праховых, камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». И многие из них это Исаия пишет за тысячу лет до пришествия Иисуса Христа как человека, первого пришествия. И смысл первого пришествия был прийти и принести себя в жертву, поэтому понадобилось. Поэтому еще до сотворения мира это произошло уже в уме Господа. Три единства божества от мысли принесения в жертву. Будет он освящением и камнем преткновения и скалою для обоих домов Израиля. И многие из них, пятнадцатый стих, из них преткнутся и упадут и разобьются и запутаются в сети и будут уловлены. Да не будет, сказали первосвященники, книжники и старейшины Израилевы. Но он, взглянув на них, семнадцатый стих сказал, что означает это писание, подумайте. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, тот раздавит. Того раздавит. в первом послании Коринфянам 3 глава 11 стих говорится, нет другого основания, кроме Иисуса Христа. На нем вы возводите свой духовный дом. И вам Господь дает такое обилие. Золото, серебро. Золото, святость, праведность, царственность Бога. Мы уже царственное священство в Иисусе Христе. Первая Петра, вторая, девятая. И драгоценные камни. Это его слова, замыслы, смыслы, доктрины, учения. Это все его. Из этого мы возводим это духовное здание на единственном краеугольном камне. В мире это стало краеугольный камень стало как распространенным понятием. Ну да, дом не построишь без такого, но вообще-то жизнь тоже. Да не будет. И мы обнаруживаем, что он взял этот виноградник и смысл весь был передан в церкви в это время, со дня Пятидесятницы, две тысячи лет назад. И сейчас созидается это здание его тела. Удивительно. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это удивительное время в размышлениях. у дерева жизни, постигая плоды от дерева жизни, благословите мысли, которые ты подарил во время этой встречи. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего спасителя. послушайте, обязательно будет встреча. И разница большая между теми, которые слушали в храме и теми, кто пытался поймать его. Хотя и в той группе было, я уверен, что стало много спасенных. Принимая Иисуса Христа как своего Спасителя скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи живую церковь, учи, люби, прощай, благословляй, поднимай, если упаду. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Давайте споем. Иисус Христос, Да он жив, Господь мой рядом, И я живу лиц для него, Так как он жив, так как он жив, Не боюсь жить завтра, Так как он жив, и страх о мне, Так как он жив, Да он жив, Господь мой рядом, И я живу лиц для него, Так как он жив, И я живу лиц для него, Так как он жив. Аминь. Спасибо, Альфия, пастор Нурлан. Замечательно. Пожалуйста, пастор Нурлан, завершайте. Спасибо большое, пастор Нурлан, за это драгоценное слово. Господи, благодарим Тебя за благодать, освящение этих мыслей, Этого отрывка, Господи Иисус. Где мы еще услышали такое, Господи Иисус? Освящение Твоей тайны, Господи, слава Тебе, Христу. Благослови нас в этом дне, Господи, Через также благословение мыслей, Которые были преподнесены Иисус. Храни нас, Господи, оберегай. Благослови всех тех, кто, возможно, болен, Господи. Привудь с ними достаточную благодатью. Иисус исцеляй, Господи. Слава Тебе, Христос. Храни нас на дорогах, Господи, каждого участника движения, и пешехода, и водителя, Господи. Слава Тебе, Христос. Благослови. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Спасибо большое. Аминь. Слава Господу. Спасибо всем. Вы драгоценны. Господь вас очень любит. И каждый из нас любит. Слава Господу. И то есть подайте. Спасибо. Спасибо вам за огромное слово. Да, спасибо. С Богом. Иди, пожалуйста. Иди, пожалуйста.